Всем привет, с вами Ричи, и этот небольшой внеплановый урок, нет, это не урок, скорее видео о том, то, что контакт теперь позволяет загружать живые обложки в группы, пожалуйста, не путайте это с обложкой, где там можно добавить последнего комментатора, подписчика, дату, время, нет, именно живые обложки, анимационные обложки, и это видео расскажет вам о том, что для этого нужно, вообще, что нужно для создания, какие параметры нужны, размеры, и, в общем-то, поехали. Сегодня утром я опубликовала у себя в сообществе вот такую вот запись, и давайте пройдемся, наверное, по порядку. Первый вариант — это просто тестовый паблик, мой паблик, и здесь обложка с десктопной версии выглядит просто как обычная статичная картинка. Если перейти в мобильное приложение, то обложка будет выглядеть так. Это скрин, и вам сейчас может показаться, господи, что это, типа, это просто статичная картинка на скринах, но я вам покажу, как выглядит живая, именно живая обложка в мобильной версии. А выглядит она вот так. То есть полностью живая обложка, которая производит анимацию. И это видеообложка. Давайте повторим с вами. Сразу хочу сказать, что ВК решил почему-то не делать это с компьютерных версий, то есть, неважно, зайдете вы с ноутбука, с компа, с планшета. Если вы зайдете именно просто как на сайт, да, в ВК, то есть с компа, вот, просто на сайт, у вас будет просто статичная обложка, никаких изменений, вот, как у меня. То есть ничего двигаться не будет. При этом в мобильных приложениях, официальных клиентах контакта, то есть просто, да, в ВК, у вас будет появляться уже вот такой вот формат самой картинки, и эта картинка будет у вас в мобильном приложении двигаться. Она не будет двигаться ни в Кейт Мобайле, ни в ВК Мод, ни в каких подобных, там, да, левых приложениях, только в официальных клиентах. По крайней мере, сейчас, на данный момент, это именно так. Так. Далее, что вам нужно для создания такой обложки? Тут все просто. Вам нужен видеоредактор. Именно видеоредактор. Потому что данная обложка, это видео, это не анимация, это именно видео. И давайте с вами посмотрим, что вообще, как нужно. Я не покажу вам, как делать, потому что процесс создания видео априори, он, да, то есть, ну, непростой. Возможно, я выйду в стрим когда-то, сегодня, там, завтра, или через несколько дней я оповещу у себя в паблике о том, что будет стрим, конкретно по созданию, да, живой обложки, то есть он будет именно как стрим. Ну, потому что урок иначе выйдет очень длинным. Итак, первое. Я делала сначала композицию в After Effects с параметрами, теми параметрами, которые нужны именно для видео обложки. То есть, давайте посмотрим. Вот у меня вот здесь дорожка, и, как вы можете заметить, формат у меня именно вертикальный. И этот формат равняется 1080 на 1920 пикселя. Это вертикальный формат обложки. Или другие пропорции 9 к 16. Внимательно. Здесь я оставлю размеры, да, материалов, я оставлю это в описании. Это взято не из болты, это взято от команды ВКонтакте. То есть, это достоверная информация. Параметры для видео у вас должны быть такими. Формат должен быть MP4, кодек H264, 15-60 кадров в секунду до 30 секунд. И размер не должен превышать более чем 30 мегабайт по весу. Соответственно, даже если вы укладываетесь, допустим, вот в этот формат, да, то есть, формат все классно, клево, но вы решили почему-то навалить туда просто кучу плагинов, и размер, соответственно, стал, допустим, 32 мегабайта. Все, у вас уже, ну, обложка не будет загружена из-за веса. Поэтому максимум 30 мегабайт. Моя обложка, если мне не изменяет память, весила в районе 19. А нет, 1.46, ну, норм. Так вот, далее, что нам нужно, да, когда я создала в After Effects композицию с соответствующими параметрами, я отрендерила это все в параметрах QuickTime, и выход у меня был просто в MOV формате. Далее я открыла в премьере уже тоже тот же видео, ну, редактор от Adobe, только уже премьер. Я открыла его просто в премьере, перенесла на видеодорожку, добавила чуть-чуть яркости, контрастности, но повторяю, что это лишь тестовая обложка. У меня не было особого такого замысла там сделать какую-то супер-мега-классную обложку, потому что данный логотип у меня делался буквально вчера для моих стримов, как оверлей, и поэтому идеи создать что-то глобальное нет, не было, потому что это просто тест. Добавила яркости, контрастности, и далее уже выводила файл через экспорт, медиа-контент, и ставила те форматы, которые нам нужны. Соответственно, это кодек H.264, шаблон настроек у меня остался пользовательским, имя выходного файла не имеет значения. Здесь я убрала галочку «Экспорт аудио», то есть зачем, у меня аудио априори нету в видео. И далее просто нажала «Экспорт». Всё. И загрузила обложку. Как это сделать? Как загрузить именно обложку, которая нам вам нужна? Заходим в наш паблик. Теперь заходим в «Управление». И далее здесь будет обложка «Сообщество». Если у вас в вашем сообществе уже стоит обложка, то у вас будет управление. Если не стоит, и вы создали новое сообщество, будет написано «Загрузить». Далее нажимаем «Управление», и здесь в ВК изменили интерфейс. То есть раньше это было просто обычное поле, типа «Загрузить обложку». Всё. Теперь интерфейс полностью изменён. И здесь у нас предлагается установить для начала главную обложку сообщества, то есть статичную картинку, которая у вас просто не будет двигаться и будет отображаться с десктопных версий, то есть с самих сайтов. И предлагается загрузить живую обложку сообщества. И здесь вы уже загружаете ваш файл. То есть нажимаете «Плюс», выбираете файл в папке, в которой вы его сохранили, и она загружается. То есть вот как у меня, например. Вот здесь вот. Далее. Здесь на выбор даётся до пяти видео. Можно добавить, да? И написано «Мы рекомендуем загружать видео или изображение». Здесь я хочу ваше обратить внимание, что в эту тему я подробно ещё пока что не углублялась, поэтому я не могу вам ответить за анимацию. То есть я не уверена, что можно добавлять и на GIF формат. Но если можно, то будет супер, потому что не все согласятся, да? Умеют работать в видеоредакторах, а соответственно, если они могут создавать анимации, то получается они тоже получают свой кусочек пирога. То есть можно поставить анимацию. Но здесь я ещё раз повторяю, я не уверена, потому что меня смущает именно вот эта вот строка. Мы рекомендуем загружать видео или изображение в разрешении 1080 на 1920 пикселей. И также написано, что длительность не более 30 секунд, размер файла до 30 мегабайт, видеокодек H.264 и аудиокодек AAC. И аудиокодек, кстати, раз аудиокодек тоже указан, то, возможно, можно добавить и с музыкой. Надо тоже затестить будет. Но, в общем-то, вот и всё. То есть видеоредактор, руки, из хотя бы плеч, можно из жопы, как у меня, но в любом случае, если вы хотя бы базово умеете пользоваться видеоредакторами, там даже без всяких левых сторонних плагинов, то почему бы и нет, пробуйте, создавайте и загружайте. Потому что, давайте будем честны, большинство пользователей сейчас пользуются именно мобильными версиями приложений. Только там по вечерам, да, сидят, возможно, с компа. Но первое, что мы делаем с утра, берём телефон в руки, мы смотрим именно с телефона, перед сном мы сидим также с телефоном. То есть, в принципе, если вы хотите добавить индивидуальности своему сообществу, то это тот вариант живой обложки, который как бы по факту украсит ваше сообщество. Давайте ещё раз с вами на прощание, так скажем, посмотрим всё это дело. Вот так вот у меня получилось. Но ещё раз говорю, это просто оверлей. Если вы не понимаете, о чём я говорю, то этот оверлей создавался для стримов. То есть, допустим, вот, он полностью прозрачный, если я сейчас вам включу экран. Вот захват экрана. Добавить. Готово. И несём его вот сюда. То есть, вот, да, он на прозрачном фоне, этот логотип, и как бы делался он реально только для стримов. Поэтому чисто за тест я его и взяла, этот логотип, чтобы поставить, посмотреть вообще, как всё это будет выглядеть. Поэтому обратите, пожалуйста, ещё раз очень важное внимание, что с компьютерных версий ничего работать не будет. Параметры именно конкретно, видео и размеры материалов я оставлю в описании под этим видео. И до встречи, как говорится, на стриме. Я не знаю, может быть, возможно, я сделаю именно стрим по созданию такой обложки. Вряд ли это будет урок, хотя посмотрим. Если хотите урок, пишите в комментариях, пишите всегда мне в личные сообщения, в личные сообщения сообщества. Посмотрим с вами, чё, как, и если что, сделаем, может, и урок для канала, то есть разбив его просто на несколько частей. С вами была Ричи, это был краткий экскурс в то, что ввели в ВК для сообществ новенького. До скорых встреч и всем пока!